Позвольте открыть наше с вами сегодняшнее мероприятие. Сегодня конференция наша, международная научно-практическая, посвящена прежде всего именно вам и уже во вторую очередь вопросам психологии. Но от себя лично, как заведующей кафедрой психологии нашего университета, так и от наших гостей, хотел бы вас поприветствовать, поблагодарить за участие. Мы с вами поработаем сегодня на предназначном заседании и послушаем выступления ваших коллег, маститных ученых в области психологии. Психология очень интересная, у кого сложная, вышли в дизайнер-философии. Но тот, кто с ней подружится, возьмется, как говорится, за руку, и эта ее психология будет вашим спутником жизни, я думаю, что вы обретете настоящего друга, учителя, родителя, и она вам будет помогать не только в вашей профессиональной деятельности, это само собой, разумеется, вы для этого учитесь и получаете знания по этой дисциплине, но она вам поможет и в вашей личной жизни, потому что она даст вам, как просвещенным родителям, очень много ответов на самые различные вопросы. Итак, его представляется Балакину Александру Ивановичу и Балакину Милутскому Тамару Викторовне. Способ гармонизации психоэмоционального состояния. Вот это я, вот это моя жена, и мы являемся авторами изобретения в области психологии. И оно так и называется – способ гармонизации психоэмоционального состояния человека. Для того, чтобы начать говорить об этом способе, нужно посмотреть на эту картинку, на ней изображено понятие «человек», которое состоит из четырех частей. Каждый из вас тело имеет? Психику имеет? Личность имеете? Или личность имеет вас? А вы есть? А вы – это личность? А психика где расположена? Где она локализуется в пространстве? А свойство ее какое? А структура какая ее? А когда вы будете воздействовать на психику, то вы воздействуете чем? А у вас есть инструментальные методы объективного контроля, изменения психики? А может быть, меняется личность? То есть видите, сколько много вопросов, да? Итак, наш способ состоит из двух частей. Это методика психодиагностики и методика психокоррекции. И у нас на эти два способа два патента. Методика психодиагностики позволяет, я зачитаю, определять эмоциональные реакции человека, назначимые для него стимулы, осознаваемые и неосознаваемые стимулы, вызывающие у человека болезненную реакцию, эмоционально-смысловые доминанты, личностные установки, разрушающие коммуникацию со средой человека. Вот здесь на этой картинке показана взаимосвязь, ну будем говорить, психики и личности. То есть условно у нас образуются в памяти образы. Этим образом личность присваивает какое-то значение, либо убеждение что-то появляется. В результате потом личность смотрит на мир через призму вот этого события прошлого. Если мы с вами подадим стимул внешний в виде слова какого-то, либо в виде картинки, в виде дотрагивания до тела, мозг среагирует, потому что мозг это нейросети, в нейросетях записана вся информация. Мозг среагирует, появится электрическая реакция, которую мы фиксируем на ладони руки. И мы с вами увидим на приборе показания, которые интерпретируются как, допустим, вытеснение, либо вторичная выгода, либо болезненная реакция, либо подавление эмоций, либо позитивный стимул, негативный стимул и так далее и подобное. То есть по сути мы предлагаем такой некий градусник. Размер этого градусника приблизительно вот такой. Человек берет в руку, это подключается к компьютеру, дальше вы задаете вопросы, либо вы просто делаете сами себе диагностику, ну и в том числе и коррекцию. Вы это держите, смотрите на монитор, смотрите на реакцию, соответственно вы понимаете, что происходит там внутри. Ну как бы это своего рода такой градусник для психолога. У нас три вида приборов. Один прибор это ИПР-1К, ну индикатор психоэмоциональных реакций, так как шифровывается, одноканальный. ИПР-2К это двухканальный, то есть там два электрода, которые можно, при помощи которых можно что делать? Можно диагностировать двоих людей, либо проводить коррекцию двоих людей, либо проводить коррекцию одному человека, урновейшее левое и правое полушария. А также вот такой приборчик, в основном это для индивидуального пользования, и очень часто мы даем его нашим спортсменам, они уезжают куда-то там за рубеж, и соответственно я сижу в Москве, он где-нибудь в Нью-Йорке, подключается к интернету, выходим, я провожу ему диагностику и коррекцию. Я уже говорил, что прибор является вспомогательным средством, то есть он не проводит никакого воздействия. Прибор не лекарство, это градусник. А уже по интерпретации этого градусника специалист определяет, что там и как, и что делать нужно. Диагностика, как я говорил, что у нас из двух частей состоит. После диагностики создается надиагностируемая карта скрытого личностного ресурса. То есть по сути мы проверяем. У человека первое, это психосоматику, то есть что его беспокоит в теле. Второе, это межличностные взаимоотношения. Третье, это его социальная сфера, успешность в ней. И четвертое, это личностный рост, либо духовный рост. После диагностики, как я уже сказал, мы делаем коррекцию. Но вот один из примеров диагностики, это карта личностного потенциала жены. И в частности блок, роль хозяйка в доме. Красная линия, это показания на приборе. Синяя линия, это субъективная оценка. Стимулы, которые мы подаем, то есть о чем мы говорим, это вот приготовление еды, уход за мебелью, покупка продуктов, уход за одеждой и так далее. Это стимулы. Какие реакции мы видим? Значит, самая большая отрицательная реакция, это нагладить белье. А также пылесосить ковры. Хотя она говорит, что она это любит. Мы можем сказать после диагностики, что лучше, если это ваша жена, не просить ее гладить белье и пылесосить ковры. Потому что это ее раздражает, после этого она становится неадекватной. А вот приготовление еды, это ее актуальный пункт. То есть, вот здесь, пожалуйста, можете ее просить, это и на приборе позитивная реакция, то есть мозг его дает позитив, и она говорит, что она любит. Это то, что как раз ее. Просите готовить еду, и она будет счастлива. Далее пример карты личностного потенциала трейдера. То есть, в одной из компаний нам была поставлена задача выяснить, почему одни трейдеры продают хорошо, успешные продажи у них, а другие не очень. То есть, мы провели диагностику, вот один из срезов профессиональной деятельности. Итак, смотрим, где у нас тут красная линия заходит в серую зону. Это оформление документов, видите, да? Человек при этом говорит, что у него нет проблем с оформлением документов. Мы делаем следующий вывод, что это область психоэмоциональной напряженности документы, которую он не осознает. Ну, по какой-то причине, мы потом с вами там пример разберем. А также у него есть область, что он любит, посмотрите, торговать на деньги компании. Ну, такой хороший трейдер, да? Который своих денег вкладывать не будет, а вот за деньги компании с удовольствием. При этом документы оформлять не хочет. Ну, не то, что не хочет, но для него это травма эмоциональная. Вероятность ошибки данного трейдера – это около 15%. Совершение ошибок. Следующий пример – это карта личностного потенциала учащегося. То есть мы проводили диагностику в школах учащимся. Ну, вот один из средств – это эмоциональная напряженность на изучаемые предметы. Ну, в частности, попросили ученика перечислить, какие предметы он изучает. Вот он назвал их. Что мы сами здесь видим? Иностранный язык, алгебра, музыка – это то, что практически в середину стремится. При этом учащийся говорит о том, что у него практически все хорошо. Ну, да, там в некоторых ситуациях только он согласен, что плохо. А вот общую эмоциональную напряженность мы оцениваем как 15%. Пример карты личностного потенциала женщины – психосоматический ресурс. То есть женщина описывает свое тело, как бы сканируя, держит прибор и вниманием сканирует и называет те участки, куда попадает ее внимание. Мы смотрим на показания и говорим, что вот здесь видно, что у нее проблемы, они отмечены красными точками. Особенно проблема, которую она не осознает – это область крестца. Вот, как правило, если коррекцию начинаем проводить, вот у нее здесь на ухе есть. Я просто немного вперед забегу. Проблемы с левым ухом, плохо слышала. Когда начали проводить коррекцию, она вспомнила, там лет ей 12 было, отец приходил пьяный, встал рядом с ней с левой стороны и начинал ее лечить. Соответственно, что она пытается? Отгородиться. А как она это будет отгораживаться? Ну, посредством появления у нее глухоты. Когда эту разрядили ситуацию, у женщины восстановился слух. Как я уже говорил, с прибором, с этим ИПР-2К, можно проводить диагностику и коррекцию двоих людей. То есть, здесь об этом говорится. Вторая часть – это психокоррекция. Выявили, что с этим делать. Надо это убирать. Поэтому мы используем этот же прибор и для психологической коррекции. Один из примеров. Обращается собственник салона и говорит о том, что вроде бы все хорошо, и клиенты есть, и вроде бы как бы все хорошо, а вот денег как-то мало. Причина в чем? Берем весь коллектив, проводим диагностику. Оказывается, что у большинства в коллективе была такая доминанта, состоящая из эмоционального отторжения богатых клиентов, денежных купюр, и определены у 80% персонала неосознаваемые установки, типа «деньги, грязь, богатые сволочи». Ну, соответственно, если у человека, у большинства людей такие установки, то что они делают с клиентами, они их выталкивают из компании. После там определенных мероприятий устранили, называется, закоперщика, у других поразряжали эти эмоциональные установки. 35% доход увеличился. Пример с дизайнером. То есть женщина обратилась с вопросом о том, что что-то как-то творческие процессы не идут, новые идеи в голову не приходят. Начали проводить диагностику сначала, потом коррекцию по выявленной проблеме. Оказалось, года три назад где делали операцию. Человек под наркозом, хирург проводит операцию, там что-то, какую-то фразу говорит, типа «давай сейчас я там отрежу, что-то попробую», а другой ему говорит, не надо тут всякую новизну, перестань свое творчество применять. И этого было достаточно, чтобы у нее произошло заблокирование процессов творческого мышления. То есть некая установка на бессознательном уровне «прекращай творить», прекращай новизну создавать. Все, человек после этого начинает иметь проблему. Он не может ничего новенького создать. Когда она находит эту установку, разбирает ее и устраняет, восстанавливается способность творить. Проводить, как я уже говорил, эту диагностику и коррекцию можно дистанционно. Апробацию проводили в учебных учреждениях, в спорте высших достижений, в бизнес-организациях, в психологических консультациях и в самопознании, в саморазвитии способностей. Обучение проходит от 3 до 7 дней. Разные блоки, под разные направления. Ну и последнее. Спасибо за внимание. У меня есть буквально 5 минут еще времени. Я, к сожалению, должен уходить. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, я готов ответить. Пожалуйста. А есть какая-либо взаимосвязь с полиграфом? Есть. Взаимосвязь в том, что полиграф работает на принципе кожаноглеванической реакции и у нас тоже принцип кожаноглеванической реакции. Только у полиграфа смещено внимание на тоническое сопротивление, а у нас на фазическое. А может с помощью вашего прибора и запротивления как-то не тренировать себя, чтобы можно было обмануть полиграфа? Я скажу так, что если полиграфолог опытный и понимает, чем он занимается, обмануть его невозможно. Потому что мозг реагирует на стимулы внешние. Ты мозг что остановишь или как ты его будешь контролировать? Мозг остановить невозможно. Как давно был изобретен этот прибор? Значит, если мы говорим о нашем изобретении, то патент получен в 2008 году. Если говорить об исторической справке, то первый создатель был Лурия. А вообще открыл этот эффект Тарханов в 1888 году. Буквально решенный вопрос. Будет ли у него применять этот прибор для сборных, то есть у них видов спорта? То есть я не имею в виду бокс, а вот там лыжный, там футбол и так далее. Значит, мы с 2004 года работаем в спорте высших застежений. У нас порядка 14 сборных команд, порядка около 400 спортсменов. 2006, 2008, 2010, 2012 все эти годы это подготовка в олимпийских сборных. Борьба, гребля, бокс, художественная гимнастика и так далее подобное. То есть 14 сборных команд федерации. И насколько это успешно показалось? Ну, если мы берем нашу первую работу, это Пекин. К Пекину мы готовили сборную женскую по гандболу. Дальше это гребля на байдархе и каноэ и фехтование. Вот у всех этих федераций не было призовых мест от 20 до 26 лет. В Пекине две федерации золота, одно серебро. И будет ли использоваться этот прибор в 2018 году в России? Не будет. Почему? Мы в России. Просто интересно, что у нас чемпионат местного пола у нас будет, вы знаете. Что-что? 2018 год, чемпионат местного пола в России. Игру в федерации в 2017 год. Будет ли применяться этот прибор, то есть наши сборы? Я же говорю, не будет. У нас денег столько не хватит, чтобы нас туда пустили. Понимаете, да? Не, ну мы же с вами выше, я вам отвечаю. Спасибо. Я задам вопрос. А перспективы данного изобретения, это лечить только поверхностные проблемы или проблемы душевно больных людей, например, тоже? Меня лично вот не интересуют душевно больные люди. Меня как раз интересуют здоровые люди, которые хотят быть успешными в жизни. А глубина этой методики, это познание того, кто ты, где ты и для чего ты здесь. А потом постоянный контроль, чтобы ты ничего там себе в голове не натворил, чтобы потом опять не стать тем, кем ты есть сейчас. Ну, извини, но так оно и есть. Так, есть еще вопросы? Во-первых, прибор не лечит, я уже изначально говорил, да, прибор-то градусник. Как помогать именно таким людям? То есть, проблем, то есть, может помогать, но это не область моего интереса. Я не психиатр, понимаете, да, я психолог. Поэтому, если психиатр у нас это приобретет, пожалуйста, я буду только рад, чтобы он помог людям. Стимулы подбираются под профессиональную деятельность, вот, либо они у нас уже готовы, как списки вопросов. Так, все удовлетворены? Поблагодарим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...